В Москву с государственным визитом прибыл председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Его пригласил президент Российской Федерации Владимир Путин, чтобы обсудить ряд важных вопросов на фоне российской спецоперации на Украине, а также наметить новые совместные пути развития государств. Россия и Китай, державы с древними самобытными традициями и колоссальным культурным достоянием. Еще 2 октября 1949 года Советский Союз установил дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой. СССР стал первым иностранным государством, которое объявило о признании КНР. Сотрудничество между странами сыграло важную роль в построении внешней политики государств. После распада СССР в 1991 году Китай стал одним из первых государств, признавших Российскую Федерацию как правоприемницу международных прав и обязательств бывшего Советского Союза. Мы можем говорить о двух аспектах. Первый аспект – это то, что существует поступательная положительная динамика в отношениях между нашими странами. И второе, что на ближайшие перспективы мы будем видеть укрепление отношений между Россией и КНР и, наверное, реализацию каких-то новых направлений. Накануне встречи политических деятелей были опубликованы статьи, где Владимир Путин и Си Цзиньпин поделились теплыми словами о дружбе стран и о стремительно растущем торгово-экономическом партнерстве, обозначили общие ценности и взгляды на острые проблемы современности. В первую очередь мы должны говорить о развитии торгово-экономического партнерства, поскольку в условиях, когда Запад ввел в отношении России многочисленные экономические санкции, весь основной поток торгово-экономического сотрудничества Россия переключила на Китай. И сегодня, безусловно, объемы, которые реализуются в торгово-экономических отношениях между Россией и Китаем, они наблют себе рекорды. В нынешней непростой геополитической обстановке для своей первой зарубежной поездки председатель КНР выбрал именно Москву. Это подчеркивает особый статус межгосударственного взаимодействия. Визит председателя Китайской народной республики Сы Цзиньпина продлится с 20 по 22 марта. Планируются переговоры тет-а-тет и встречи в узком и расширенном составах. Итогом переговоров с АНУ-2 совместных заявлений об углублении всеобъемлющего партнерства и о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года. Адалина Каюпова, Алина Красильникова, Универньюс.